Всем здрасьте, меня зовут Сергей, вы на канале Сложно Просто, отвечаю на вопрос, который вы мне присылаете. Сегодня уже 52 серия вопросов соответственно и ответов. Давайте переключимся на первый слайд, я покажу какие на сегодня у нас вопросы. Переключусь на второй слайд, вы увидите еще немножко вопросов. Ну а теперь напомню вам, чтобы не пропустить новое видео, подписаться на канал, в общем, поехали. Итак, вопрос номер 236, на сегодня он первый, расскажите про мобиль доступа Аббак в разрезе микросервисов. Ну, для начала давайте быстренько пролистаем, я покажу, какие существуют вообще access control, то есть принципы управления доступом и в том числе нужно сказать про мандаторий access control, role-based, дискреционарный access control, rule-based control, так называемый. И речь, о которой я звучал в вопросе, то есть тот самый атрибут base control. Собственно, если говорить про мандаторий, это такой, наверное, самый мощный, самый сильный, обычно используется в учреждениях. Доступ могут давать только sysadmin, ну вот что-то типа такого. На самом деле дискреционная система контроля это когда часть возможных параметров для управления вот этими самыми разрешениями делегируется, в том числе на уровень выше, то есть в руки руководства, ну тут тоже как бы такой он, ну не сказать, что он прям совсем устаревший, но теоретически и предыдущий, и вот текущий на экране этот самый access control, они немножко такие, ну не очень популярны, да, потому что есть более современный. Role Base Control, ну вы наверняка знаете, что это такое, это когда придуманы или там, нет, когда в системе существуют какие-то роли, например, администратор, ему даются все права супервизор какой-нибудь, которого все права администратор и еще плюс права, которые могут управлять администратором там менеджер, я не знаю, какой-нибудь юзер, и у каждой вот этой вот роли есть определенные возможности, определенные доступы, которые так или иначе шарятся на бэкэндах фронт-энд, но в большинстве случаев обычно для введения новой роли все очень усложняется, потому что нужно пересмотреть предыдущие реализации, в общем такая модель она устаревшая, и на самом деле Microsoft в системе ASP.NET MVC в том числе и вообще ASP.NET Webform они поменяли, то есть раньше это была модель, потом она называлась Simple Membership, это упрощенный в ММС модель, потом дальше она трансформировалась в так называемый Climbed Base Access Control, но про нее чуть позже. Ну и Rule Base Access Control это такая немножко модифицированная система ролей, то есть тут уже не основные роли натягиваются на всю систему, а у каждого так называемого ресурса есть свои собственные наборы предопределенных правил, ну например у базы данных такие-то роли должны быть у пользователя, чтобы он туда ходил, допустим у какого-нибудь хранилища Storage, там другие роли, и вот когда пользователь содержит одно из этих разрешений, он может доступ иметь туда или туда, вот такой вот принцип. Ну и теперь если говорить про Attribute Base Control, то это уже более глубокий уровень, который наверное обеспечивает гранулярность вот этих вот самых доступов, из которых вот этих вот атрибутов на самом деле и собирается, ну так называемые, наверное, как-то по-русски это сказать, должностные, наверное, обязанности, да, то есть есть возможность, например, прочитать какой-то документ, сохранить документ, там отправить что-то куда-то, и вот набор вот этих вот Permission или разрешений, они как бы собираются в определенные вот так называемые должностные инструкции, которые, в общем-то, несет человек, то есть на эти должностные инструкции, на эту должность назначается человек, и у него как бы включается набор вот этих инструкций. Причем при изменении каких-то политик доступа можно просто добавить атрибут или убрать атрибут, и соответствующим образом вот эта вот должностная инструкция расширится, соответственно, или уменьшится. Ну и таким же образом можно, допустим, делегировать какому-то другому пользователю, ну например, на время отпуска, да, какие-то полномочия, а после стечения этого времени автоматически отобрать эти атрибуты, если так можно выразиться. И, в общем-то, получается, что очень гибкая система, ну достаточно гибкая. Она легко распространяется, легко изменяется, но управлять она немножко сложнее, потому что гранулярно все-таки она как бы имеет некоторую такую сложность в управлении ей. Ну и я уже говорил про Climb-Based Access Control. Надо сказать, что это тот же самый процессоризация идентификации на основе только утверждений, а не атрибутов. Этот подход, который, ну, Microsoft его придумал на самом деле, и, ну, Microsoft не может что-то свое не придумать. И тут как бы возникает вопрос, чем этот Climb-Based Access Control отличается от, допустим, атрибута Base Access Control, и вы не поверите. На самом деле это практически одно и то же. Некоторые источники утверждают, что это одно и то же, просто называется по-другому. Более того, есть в Microsoft там Climb, так называемые в системе спадут Netcore именно авторизацией. Ну и вот, чтобы не переименовывать их, атрибут уже имеет другую концепцию использования в C-Sharp, вот придумали Climb, то есть, ну, а теоретически это одно и то же. Ну и если говорить о Climb-Based Security или, допустим, Access, в смысле, атрибут Base Security в разрезе микросервисов, тут на самом деле все очень просто. И если говорить про конкретный микросервис, который покрывается вот этими Climb-Based Security, это обычная авторизация на основе Climb, так называемый, допустим, Microsoft Identity Framework реализует эту штуку. Она интегрирована в среду спадут Netcore. В общем, здесь ничего сложного. Ну и когда у нас микросервисы и множественное число появляется, там не один, не два, а, допустим, три или четыре микросервиса, то у каждого из них есть свой уровень обеспечения вот этой Climb-Based Access Security, то есть каждый из них покрыт определенной структурой, определенными механизмами, определенными пермишинами, которые можно делать то или иное в каждом из микросервисов. А если говорить про непосредственно как вот между собой эти микросервисы объединят, то тут как бы более высокий уровень так называемых Climb-Based Security и у каждого сервиса появляется свой уровень Climb, то есть если, допустим, у вас микросервис называется там профайл сервиса с какой-нибудь профайл менеджмент или там CRM-менеджмент, то Climb, то есть утверждение или атрибут высокого уровня натягивается на целый микросервис и где-то выше вот это вот управление переходит, ну, на более высокий уровень. То есть просто гранулярность получается не в концепции там микросервиса конкретных экшенов или контроллеров или там, не знаю, пейдж, а немножко выше уровень поддывается и управляется чуть выше, то есть если Climb есть для доступа к какому-то сервису, то как бы можно пойти и посмотреть все остальное. Ну и соответственно, если вот эту вот гранулярность как бы расширять, не нужно иметь, допустим, в данной моей схеме все четыре Climb, чтобы иметь доступ ко всем сервисам, достаточно иметь Climb более высокого уровня, который говорит о том, что имеется доступ до всех микросервис, то есть такая иерархичная структура, чтобы кучу Climb не тащить, ну, то есть в профиле пользователя в его, допустим, access токене, потому что это именно таким образом и работает. Суть сводится к тому, что вот эта гранулярность, она варьируется масштабами уровня доступа. То есть если можно пользователю доступ ко всему сервису, ко всем методам, ко всем возможным read и write, то не нужно каждый этот read и write добавлять ему в доступ. Нужно просто сделать один Climb, который говорит о том, что можно все. И если у человека есть этот Climb, то соответственно уже, собственно, он может иметь доступ. И в отличие от того, что можно сделать какой-то запрещающий Climb, тут уже просто варьируется на основе того, какую именно систему вот этих permissions вы сделаете. То есть Microsoft, в частности, приемов Climb или Attribute Basic вот этот вот access control, они как бы вот эта вот гранулярность, ну, на ваши руки выдается, то есть как вы этим будете управлять. Или разрешающие Climb, или запрещающие, или один из, тут как бы все на вашей совести. Ну, думаю, что я ответил на этот вопрос. Вопрос номер 237. Есть ли смысл использовать автомаперы? Не лучше ли создавать сущности через конструктор, фабричный, метод, кастомные решения для маппинга? Ох, друзья, ну на самом деле вопрос очень интересный. В том смысле, автомаперов в последнее время появилось очень много. Я помню время, когда они были очень модные, и так называемые автомаперы, видимо, про которые идет речь, это тот, который придумал Джимми Богарт, практикующий разработчик, архитектор в том числе. И речь идет о том, что автомаперы существенно упрощают жизнь, но как бы это вот как атом, да, он может быть мирный, а может быть не очень. То есть автомапер имеет за собой такое же направление, можно и в пользу к себе его повернуть, а можно и так завернуть, что, в общем, как говорится, в кривых руках и калькулятор зависает. Я про что? Автомапер – это когда у вас проецируются свойства одного проекта, свойства другого проекта при помощи какой-то библиотеки. Но в данном случае мы говорить будем про автомапер, хотя более современный, например, мапстер умеет генерировать на лету код. В общем, я про что? Смотрите, если вы в автомапер, вернее, в процесс маппинга зашиваете какую-то бизнес-логику, это зло. Потому что бизнес-логики в маппинге быть не должно. И это связано с большой сложностью отладки, потому что маппинг происходит где-то на уровне этой библиотеки, и туда вы, соответственно, не имеете доступ, потому что они обычно внешние, ну, даже если свои писать будете, не знаю, в смысле и в этом есть какой-то смысл или нет. Вот. А если вы используете автомапер по его назначению, то есть никакой бизнес-логики у него нет, то это существенно ускоряет и, во-первых, разработку, потому что количество кода, которое можно написать, существенно сокращается, то есть один раз создали маппинг одного объекта на другой, и потом везде вы используете. Более того, мощные системы вот этого автомаппера или вообще маппера в том числе, они позволяют использовать условные маппинги, расширенные маппинги, базовые, то есть дочерние, в общем, игноры и все такое. То есть там все на самом деле настолько помогает вот продвинуть, но нужно понимать, как это работает, во-первых, во-вторых, никогда не пихая туда бизнес-логику. Я просто сталкивался с этим, это серьезно, можно прям поломать систему, потом размаппить уже будет очень сложно. Мое предпочтение, если у вас 2-3 маппинга на весь проект или вы там эти маппинги используете там помимо их количества еще 2-3 где места, то я сторонник того, чтобы не использовать мапперы вообще. То есть для более сложных форм, для более таких сложных объектов или их иерархичная какая-то зависимость должна быть. Да, здесь проще мапперы, потому что это упростит и универсализирует, наверное, этот вот подход, когда вы из одного объекта переведете свойство значения в другой объект. И это происходит в нескольких местах, чтобы не делать одну и ту же работу много раз. Да, безусловно, речь идет про конструктор, фабричный метод и кастонок от решения. Это имеет место быть, потому что мапперы установил сборку, и хорошо. А второй вариант, когда вы собственноручно пишите это все в одном месте и соответствующим должным образом, если следовать паттерну, так называемому Donut Repeat ESL, то, конечно, даже если в ручном варианте все это копировать, то не нужно это каким-то образом дублировать код. Естественно, это какой-то фабричный метод или конструктор или какой-то extension, само собой разумеющийся факт. И поэтому я принимаю вопрос, как использовать автомапперы или нет. А конструктор это само собой, если вдруг мапперы не используются. Ну, я имею в виду фабричный метод. То есть дублировать код не надо, это плохо, потому что если вы в одном месте измените, а в другом забудете, будет, ну, печалька. Так, ну еще раз, если сложный какой-то маппер, я использую автомаппер, в частности. При простых или несложных операциях, даже при наличии дублирования, особенно если говорить про концепцию vertical slice architecture, я стараюсь не использовать автомапперы, а просто получаю только то, что мне нужно в конкретном методе, ну, по образу и подобию, как работает vertical slice architecture, который, кстати, тоже Джимми Богат придумал и продвигает. Вопрос номер 238. Как лучше реализовать ролевую модель для системы при реализации микросервисов, при реализации API Gateway? Ну, Gateway – это так называемый шлюз, по большому счету, у которого в хорошем смысле не должно быть никаких ролевых настроек. Для этого есть BFF, так называемый, Backend for Frontend, и в котором, да, вот эти как раз ролевая модель должна присутствовать. Ну, и Gateway на самом деле бывают разные, но я сторонник того, что шлюз не должен быть несущим какие-то ролевые модули, модели, какие-то ограничения или, наоборот, разрешения. Он является посредником между сервисами, у которых эта ролевая модель должна быть, и в этом смысле все, что есть у пользователя, должно сквозняком пролетать через Gateway и приходить в микросервисы. Но так бывает не всегда. Если говорить про BFF, то есть Backend for Frontend, то есть непосредственно микросервис, который является таким дашбордом бэкендов, который сам ходит по все микросервисы, вот в нем уже ролевая модель должна соответствовать уровню пользователя. Еще раз, есть несколько ролевых моделей уровня пользователя, то есть разрешение пользователя трансформируется в его выполняемые методы на Backend, и уровень микросервисов, то есть если один микросервис не может сходить в другой микросервис, ну, например, по HTTP запросу, просто физически у вас ограниченный контекст, ну, в том смысле, что нельзя, просто нельзя, то тогда какие бы роли у пользователя не были, ему нужно это как бы учитывать, что он не пойдет и не получит те данные. Другой вариант использовать опять же этот дашборд не в концепции BFF, а в концепции дашборд, который микрофронтенд, да, когда на одной странице собираются модули с разных микросервисов, то есть прямым запросом фронтенд дергает микросервисы без всяких гейтвеев, это тоже один из вариантов, называется микрофронтенд, и в большинстве случаев дашборды по такому принципу и строятся. Так, давайте проговорим следующий вопрос за номером 239, что порекомендуете для реализации маршрутизации API шлюза, что такое оцелот, а что лучше оцелот или какой-то конкретный аналог. Друзья, оцелот мощная система, у меня на самом деле не хватило, наверное, ни ума, ни времени до конца его освоить, в какое-то время я с ним занимался, я понял, что это мощная, сильная система, и знаете, какая тут особенность? Наверное, вот оцелот лучше все-таки знать системным администратором, девопсом, ну в том смысле, как его настаивать, потому что вся вот эта настройка, девопсинг, по большому счету для разработчика, ну неплохо, конечно, знать, но знать это досконально, вот у меня не получилось, ни времени не хватило, ну, собственно говоря, нежелания. Там, мне кажется, скучные вещи происходят, но это мое сугубо личное мнение. А вот если говорить про вот такую, так называемую, маршрутиризацию API, да, то есть вот такое именно Reverse Proxy, то я бы рекомендовал использовать YARP. YARP это такая штука, которую Microsoft в какой-то момент времени просто взял и создал, потому что все, которые были, ему не нравились, ну, опять же, Microsoft в своем репертуаре, YARP, он тем как бы лучше, что сразу был подготовлен для работы под .NET, для HTTP на A2, вот этот новый протокол, который быстрый, и в нем куча возможностей, в том числе запуск на обыкновенном ASP.NET, как это называется, конфигурирование на базе C-шарковского языка, на базе конфигурации JSON, ну, то есть там на самом деле много чего полезного, и может он как раз все то, что, собственно говоря, нужно разработчику, а не девоксу. Подмена, как это называется, урлов, трансформация, ну, то есть все, что нужно, вот в нем есть. Более того, это, как вы понимаете, открытый код, вы можете посмотреть примеры, легко настраивается, посмотрели в код, поняли, как работает, соответственно, должным образом настроен. Я придерживаюсь его, он уже претерпел много изменений, то есть он такой версия 2.1, он когда-то, он года три назад вышел в первой версии, первый релиз его был, и он активно поддерживается, на самом деле такой живой, ну, если не сказать организм, живой код, и, в общем, и в целом я вот рекомендовал бы воспользоваться им. Во всяком случае, познакомьтесь, штука интересная и полезная, в том смысле, что можно прям в отдельном микросервисе поднять вот этот Ярп и на основе конфигурации, которые, это программным кодом можно высчитывать, организовывать взаимодействие между вашими микросервисами. Так, ну, и если говорить про следующий вопрос, он за номером 240, но сегодня он уже какой-то, наверное, шестой, а есть такая задача, допустим, задали сравнить два произвольных файла в Word, ну, видимо, два файла двух форматов, как лучше их сравнить, чтобы была возможность показать, пользоваться в отличие в файлах пока, кроме как рассмотреть. Друзья, тут, на самом деле, вопрос первый, да, встречный, что значит сравнить? Ну, по размеру их сравнить один вариант. Во-первых, это каждый из Word или там PDF, это две системы рендеринга, конфигурации того самого текста, который выводится наружу. То есть, если заглянуть в Word вовнутрь, там очень много всяких атрибутов, в том числе XML-ных и не только, которые Word-овский процессор превращает в текст красивый на экране. PDF – это примерно то же самое, тоже там с определенными внутренними механизмами, которые… так вот, что вы хотите сравнивать? Если только текст, который произвел процессор Word или который произвел процессор PDF, ну, это один вариант. Для этого лучше гитара, по-моему… ой, в смысле, гитара. Лучше… как она… кодифа, да, ну, на мой взгляд, ничего не придумали, сравнили, два текста выявили. Есть ли сравнивать производителя… ну, что значит сравнить? Я не понимаю. То есть, я, друзья, бы не рекомендовал использовать вот такой тип сравнения. То есть, если вы из Word создали PDF, а потом Word изменили, и вам это нужно сравнить, ну, есть библиотеки XML, по-моему, Open или что-то типа этого называется, когда-то я даже с ней работал, которая может пробежаться по тексту, трансформировать его в XML и по звеньям, ну, в смысле, как-то по листьям вот этого дерева пробежать, посмотреть, что было изменению. Но, по-моему, эта задача какая-то невыполнимая, потому что… потому что, ну, я не знаю, как-то… я бы не рекомендовал сравнивать. Ну, если прям совсем нужно, то определитесь, что бы вы хотели сравнивать. Размер файлов или текст, который сгенерируют эти engine, так называемые, движки по управлению, процессоры по управлению текстом. Я затрудняюсь ответить на этот вопрос. Во всяком случае, пишите в комментариях, может быть, какие-то дополнения, подскажете и я могу сделать какие-то выводы. Вопрос номер 241. Планируется устроить систему корпоративный мессенджер? Встал вопрос о том, где лучше хранить сообщения. В BD, скорее всего, создать сильную нагрузку. Какое хранилище можете порекомендовать для хранения при большой нагрузке? Подать для этого брокер сообщения. Кавка, Рэббит с очередями. Друзья, вот как раз вот последнюю часть, брокер сообщений для каждого пользователя, ну, мне кажется, это какой-то оверкодинг какой-то, вообще смысла в этом абсолютно никакого нет. И если говорить про нагрузку сильную в хранилище, ну, тут тоже такой спорный вопрос. Ну, во-первых, давайте так, бывают распределенные базы, бывают там кэширования, в конце концов, какая бы нагрузка ни была. Во-вторых, одно дело, если вы хотите создать корпоративный мессенджер, ну, это же не миллиарды миллионов там, стикселенов, ну, короче, много количества человек, это все равно какое-то ограниченное количество пользователей. И есть ли даже они в одном чате, вся компания, ну, 10 тысяч человек, о какой нагрузке может идти речь? Даже если взять постгресс обыкновенный и сделать там какое-нибудь разделение на сегменты, допустим, с отделением за периоды, ну, в общем, не зная, не зная, какой нагрузки может быть идти. Обыкновенную SQL, ну, например, постгресс, как, допустим, бесплатную версию для мессенджера, идеальный вариант включения кэширования. Сколько нужно одному пользователю собрать сообщений? Я очень сомневаюсь, что у вас будет какая-то там большая страница со всеми сообщениями всех пользователей там за все время. Ну, это как бы, не знаю, если так есть, но тогда просто нужно разделить на... Я не знаю, друзья, ну, я затрудняюсь ответить на этот вопрос. Если бы мне нужно встроить систему корпоративный мессенджер, я бы взял обыкновенный постгресс, разделил бы его, ну, не шардирование так называемое, а, наверное, правильно было бы сказать, фильтрацию данной, да, за период сделать, это позволяет сделать постгресс, и чтобы старые записи, ну, или удалялись, или просто не брались внимания. То есть таблица, когда разбивается, она фильтруется... Нет, не таблица фильтруется, а создаются физические таблицы с разным интервалом запросов. Постгресс умеет это делать. Так вот, если бы я это делал, это был бы обыкновенный, ну, не знаю, если в браузере это, допустим, какой-нибудь сигналар нагрузки позволяет выносить, он также, кстати, масштабируется легко, если вдруг у вас там больше двухсот тысяч пользователей, ну, одновременно подключены к базе. Ну, а дальше, если это какое-нибудь Windows-приложение, ну, я не знаю, там тоже, как бы, можно и через сигналар это запустить, и через TCP API-стек прокинуть, не знаю, в каких нагрузках. Ну, давайте тогда определимся, напишите, что такое сильная нагрузка. Так, вопрос 242. Приходилось ли вам использовать удаленным дебагом актуальные современные разработки, в том числе для микросерферской архитектуры? Ну, честно скажу, я пытался привлечь в одну из своих команд друзей, людей, разработчиков, так сказать, чтобы вот этим удаленным дебагом воспользоваться. В мире, когда существует удаленная работа, да, так или иначе, людям приходится каким-то образом взаимодействовать, и помимо показать экран, иногда хочется там самому тыкнуть дебаги, развернуть и посмотреть. Ну, это, как оказалось, не так востребовано, вот в одной команде, нет, наверное, в двух командах я пытался это прямо реально внедрить в процесс отладки, парное программирование, такое понятие есть. это на самом деле баловство, на мой взгляд, мало используется, да и смысла в этом по большому счету нет. Если ты видишь на экране Visual Studio, например, или там Visual Studio Code или Driver, ну, другого разработчика, то попросите его тыкнуть в эту кнопку и там посмотреть, что там в какой-то переменной. Вот в этом смысле, да. Это вот в части парного программирования, да. А вот если вы запускаете на продакшене удаленный дебаг, ну, друзья, вы же понимаете, как только вы поставили пряку или разрешили, допустим, продакшен, ну, во-первых, для того, чтобы подключиться к удаленному приложению, нужно и опубликовать соответствующим образом проект, в котором вы собираетесь подключаться. Просто так вам не получится подключиться. Это во-первых. Во-вторых, если вы публикуете, падает, ну, с такими условиями, что будете подключаться потом в режиме дебага, производительность, соответственно, просядет, потому что некоторые штуки интегрируются в код, загружаются дополнительные сборки, чтобы они позволили вам дебажить его. Во-вторых, в-третьих, вернее, когда вы подключитесь и нажмете Breakpoint, установите, то работа приложения на продакшене на боевом сервере остановится. То есть пользователи перестанут видеть рабочее приложение, пока вы не отпустите дебаг. В общем, на мой взгляд, для отладки продакшена это, как минимум, глупо, потому что не дает никакого плюкса. Но, опять же, исключать варианты, когда прям какую-то багу, ну, то есть какую-то ошибку допустили, не можете ее никакими другими способами поймать, что, на самом деле, очень сложно придумать, почему вы не можете поймать. Говоря про то, что и логирование, ну, не знаю, друзья. Во-первых, если писать хороший код, то не придется удаленно дебажить и искать ошибки. Хотя, конечно, все может быть, но, на мой взгляд, этим пользоваться нужно очень осторожно, особенно на боевой базе. А если говорить про парное программирование, то в сфере последних лет, когда каждый мессенджер тут же и видео мессенджер, и возможности шара, ну, в смысле шарить экран, и возможности даже стрелками рисовать на экране друга, если так можно выразиться, то смысла в этом удаленном дебаге нет. Ну, а если говорить про отладку микросервисов, то это в разы все усложняет, потому что, уж понимаете, что задебажить на одном компьютере, ну, допустим, два даже микросервиса, которые лежат на разных серверах, и от одного перехватить другой вариант, в смысле, другой этот, от одного в другом получить сообщение, ну, это вообще, по-моему, нонсенс, не говоря уже про то, что так это можно сделать и локально, а если, допустим, у вас там 10 микросервисов в час, ну, 5 хотя бы, да, в процессе отправки и получения сообщения, ну, все запустить в дебаге, ну, не знаю, какой вам потребуется компьютер. В общем, все это баловство, друзья, когда это было придумано давно, на самом деле, Microsoft, в том числе Visual Studio, строил такую возможность, Live, так называемый, и это, ну, мне кажется, не взлетело, ну, потому что все это, как бы, ну, не дает того профита, той пользы, которая могла действительно быть. Отлаживать продакшн глупо, не отлаживать, в смысле, отлаживать девелоп удаленно, ну, по-моему, еще глупее. Поэтому была возможность, пробовал, не взлетело, не срослось, проще было по-другому, и это было еще и быстрее. Так, ну, и на этом у меня, друзья, ваши вопросы закончились. Я надеюсь, что я ответил. Если нет, пишите в комментариях, будем читать, разбираться, смотреть, пробовать и записывать новые вопросы. Вам всего доброго и пишите правильный код. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова